Дорогие братья и сестры, и все друзья, которые вместе посетили благословение, я также хочу от всех вас приветствовать и поздравить с новым наступившим 2017 годом. Я буду делиться свободным предвоитвой. Давайте откроем книга Псалхис, 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 3-4 стихи. «Чашу спасения приму, и имя, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне. Чашу спасения приму, и имя Господне призову». Мы на самом деле не можем ничем нашему Господу воззнать, кроме словами нашей благодарности, нашим почтением Ему как вечному живому Богу. Я думаю, что все чувствовали в уходящем году очень много милостей, которые Он провел к нам ежедневно и ежечасно. Есть такое детское пение «Бог посылает все для нас, я так счастлив». И ежедневно и пищу, и питье, и кровь мы имеем над головой, кто находится на этом месте. И все это от Божьей руки. Ежедневно говорит такие слова в 8-й главе, 22-й стих, 2-я половина. «Рука Бога нашего, для всех прибегающих к Нему, есть благоденчие, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». Также Иклесиаз говорит во 2-й главе 24-й стих, «Не во власти человека и то благо, чтоб есть, и пить, и услаждать душу своего, труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей». На самом деле, ничем не можем никогда нашего Господа возблагодарить, можем возблагодарить, но ничем не можем воздать все, что Он нам посылает в нашей жизни. В 135-м Салме все 26 стихов говорят о том, что «Вовек милость Его», потому что Он проявляет к нам ее ежедневно и ежечасно. Я думаю, что вы все слышали хоровое пение, которое гласит так, «Господа милость великая к нам». В чем же эта великая Божья милость к нам? В первую очередь, это в том, что Бог позвал на землю Иисуса Христа, который стал близким человеку, принял образ раба, смирился в национальной от Яски, Витлеема и до Христа Голгофы. Мы имеем сегодня в нем искупление наших грехов, упрощение наших грехов. Мне вспоминается пример из Евангелия, когда Иисусу Христу привели женщину в дятую приобретение. И Христос задал такой вопрос всем, кто ее привели. «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?» И потихоньку все книжники, фарисеи разошлись. И Иисус Христос писал такие слова на песке «Милости хочу, а не жертвы». Он простил женщину в дятую приобретение и сказал ей такие слова «Иди и впредь не греши». Слово Божие нас также мочит, чтобы когда мы сидели на молитве, мы друг друга прощали, чтобы и Отец Небесный нам простил наши согрешения. Я поделюсь небольшим примером из жизни, когда в одной деревне попадало очень много лошадей. И их крал очень опытный конокраб. Когда его поймали, то решили сделать над ним самосуд. Но он просил у них прощения. И в это время его заперли в небольшой сарай. Но одни люди хотели избавиться от него, другие хотели помиловать и простить. Но когда они открыли уже тот сарай, где он находился, он уже был мертвый. Прощать нужно вовремя. Иисус Христос тоже просил вовремя разбойника, который обратился к нему с такими словами. «Помяни меня, Господи, когда будешь в Царстве Твоем». Еще один пример о милости Божией из жизни. Между собой поспорили матросы, чтобы получить приз. Кто из них сберется на самую высокую машину на корабле. Нашелся один в свечах и он действительно залез на эту самую высокую машину. Но когда он посмотрел вниз, то его объявил сильный страх и он сорвался вниз. В это время, когда он падал, успел сказать такие слова. «Господи, спаси меня!» И Бог явил ему свою милость в том, чтобы его спаси. И он упал и, говорит, запутался между веревками. Но когда он ушелся, то произнес такие слова. «А теперь, Господи, я и сам справлюсь. Когда у нас есть тревога, тогда мы обращаемся и ищем Бога. А когда виноват его, то нам куда уже Бог не нужен?» Мы вступили в Новый год. И есть такое христианское пение. «Примиритесь, друзья, примиритесь в Новый год и несите вражду. Ради Бога друг друга просите, и ненастные тучи пройдут». В 126-м псалме я читаю такие два стиха, первый и второй. «Если Господь не созидит дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживать, едите хлеб печали, тогда как к узлёбленному своему он даёт сон». Мы сегодня вступили в Новый год. И слава Богу, что мы находимся в Доме Божьем, где собраны Его дети, что мы можем Ему сегодня молиться, поклоняться, славить Его Святое достойное имя. И хочу сказать, что есть такой ещё стих в Послании Кремленом 8.28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует к Аббагу». Господь созидал нам в уходящем году в наших трудах, в наших проблемах, уберегал нас от всего нехорошего. Кто-то в уходящем году нас оставил, а кто-то женился, у кого-то появились внуки. И как важно нам всем знать, дорогие друзья, что на всё это есть воля Божья, и надо нам её в нашей жизни принимать, как от нашего Господа. Я хочу дальше поделиться небольшим примером из жизни, когда один брат никак не мог понять этот стих, который я прочитал в Веренном 8.28. И вот ему снится такой сон. Этот брат оберёт ангел за руку и ведёт его в дом самого его лучшего друга, где тот приготовил ему обильный стол с явствами. И когда он привёл его в этот дом, то ангел ему говорит, что переверни стол и уходим отсюда. Этому брату не было понятно, как это ему такой стол короче приготовили с явствами, и он должен его перевернуть. Как, Господи, я могу это сделать моему лучшему другу, если ангел это сказал? Но он сказал, делай так, как я поделиваю тебе. Он упокидывает стол, и они уходят. В путешествии с ангелом дальше ангел говорит этому брату, нам надо где-то переночевать. И они слали у избушки бедной вдовы. Когда они взошли, то вдова ему дала самое лучшее место, где она жила со своими детьми, а сама легла на полу. И что вы думаете, говорит ангел делать этому брату? Он говорит ему, в этой двой было девять детей. Зажги этот домик со всех четырёх сторон, и мы тогда уйдём. Поэтому у этого брата не было предела возмущения, как это бедную вдову с такой семьёй зажить в дом. Но ангел сказал, делай так, как я поделиваю тебе. Нет, Господи, я не могу это сделать, потому что она сделала для меня самое лучшее. Но всё-таки вот эту из двух поджёг, и они ушли. Им предстояло также перебраться через некуда на другой берег. Когда они подошли к реке, попросили мужчину, который был с хинишком, переправить их на другой берег. По неизвестной причине мужчина отказался к ним в этой услуге, а мальчик попросил своего отца разрешение переправить их на другой берег. Когда они добились на середине реки, то ангел говорит этому брату, толкни мальчика из лодки в воду. Я думаю, что вы тоже понимаете состояние этого брата, который всё-таки, конечно, был во сне, но он это тоже сделал, как ему повелел ангел. Делая так, как я повелеваю тебе, лягем толкун мальчика и брат толкун мальчика в воду. Добравшись до берега, этот брат был в недоумении, размышляя над всем тем, почему так поступал ангел, когда видел всё это ангел у брата этого недоумения, что всё, что происходило с ним, оно было ему ко благу. Твой близкий друг, который предлагал тебе еду, она была отравлена, потому что он положил яг в еду. А та бедная вдова, которой ты сжёг дом после пожара, она нашла на месте сгорящей избы клад золотом. Этого клада хватило для того, чтобы построить большой новый дом и содержать достаточно семью. Отец мальчика, который узнал о гибели своей сынишки, получил очень сильные потрясения. И он у него сполыхнул, и он обратился к Господу, потому что также о нём молилась его жена, ушедшая в вечности, которая знала Господа. Через этот сон Бог вразумил брата, и он понял, что любящим Бога на самом деле всё соответствует к благу. В книге пророка Исаии 55 главе 8 стих гласит так. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути моих говорит Господь. Как хорошо, что мы всегда знали, что те пути, которые объедет нас Господь, и которые мы еду в прошедшем году, и в этом году будет вести, они не наши, потому что мы молимся, мы доверяемся нашему Господу, и знаем, что Он нас доведёт до той песни, в которой мы все стремимся. В книге Откровения глава 3 стих 11 гласит так. «Все гряду скоро держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». Я хочу обратить внимание на слово, которое здесь написано «держись». Апостол Павел также говорит Тимофею в 1-м послании 6 главе 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». И во 2-м послании 22 стих. «Юношеских похотей убегай, а держись в правде, вере, любви, мира, и со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Пусть эти два стиха, которые я в конце прочитал, будут пожеланием на этот грядущий год для Его славы. Аминь. Аминь. Давайте поможем. Аминь. Остальные Небесные, в этот утренний час я вместе с народом дурины сердечно тебе благодарю за все твои блага, за все твои миности, за все твои милости, которыми ты сопровождал нас за всего места. Сердечно тебе благодарю за, что ты помог пришли к нам пророкам Нового года. Мы имели на этом леске служение, читаем Тебе слово, молимся, поклоняемся Тебе, вечному живому Богу. Слава Тебе за Сына Света, Которого Ты послал в мир, Он оставил небо и суставы небес, чтобы стать Богосской жертвой ради нас, ради наших грехов. Благодарите, Иисус Христос, за искупление наших грехов, за прощение. Помоги нам всегда помнить, кто в дико цене, кто это за нас заплатил, чтобы мы любили Тебя всем сердцем, сей душой, как Ты нам учишь через Своё вешанное и живое Слово. Благодарите, Господи, нашим семейством, все знают, что и в моей семье еще не все с Тобой, Господи. Просни сердце, спаси близкие дорогие души, чтобы они познали, что я, Своим Де, со Спасителем. Благодарите, Господи, нашу церковь, в этом месте, я познал и расширил Своей, Господи, потому что я здесь открыл Своё сердце для Тебя много лет назад. Благодарите, Господи, также подача служения на Тебе, есть Слово, которое будет читаться, чтобы наше место в каждом сердце были на этом месте прославлены и воздействием и Тебе, и заставим всего этого от нас. И не белый на березе, под ногами снег скрипит, а на темном небосводе Новый год уже спешит. Пусть мороз трещит порою, сперут руки на ветру, но с горячей душой Иисус к тебе иду. В этот праздник новогодний веселится может тот, в сердце чьё, любовь Господня и богатый вера плод. Пусть летует ветер южный, залетая свет в саду, нам Спаситель очень нужен в наступающем году. О, мой Господь, прекрасен Ты, с Тобой общение мне святое, Среди страданий и беды, ведёшь меня ты за собою. Иисус Христос, судьба моя, Иисус Христос, моя дорога, моё богатство навсегда, закрыто во Христе у Бога. Иисус Христос, судьба моя, Иисус Христос, моя дорога, моё богатство навсегда, закрыто во Христе у Бога. Иисус Христос, моя дорога, Судьба моя, Иисус Христос, моя дорога, Я счастлив, Ты меня принял, Я счастлив, Ты меня принял, Иисус Христос, цынба моя, Иисус Христос моя, Дорога моё богатство навсегда, Закрыта матрицей у Бога. Иисус Христос, цынба моя, Иисус Христос моя, Дорога моё богатство навсегда, Закрыта матрицей у Бога. Иисус Христос, цынба моя, Иисус Христос моя, Иисус Христос, цынба моя, Иисус Христос моя, Дорога моё богатство навсегда, Закрыта матрицей у Бога. Иисус Христос, цынба моя, Иисус Христос моя, Дорога моё богатство навсегда, Закрыта матрицей у Бога. Минає рік старий, Приходить рік новий, І наше життя, Це прописаний ще один лист, Яким був цей рік, І важливо, як його прожив ти, Чи Богу служив, Чи ти знову вітав смарноті, Чи може, хотів, Але часу не вистачало, Хвилини мивнали, Проходили дні, місяці, І з кожним днем Часу все менше І менше лишалось, А так щось хотілося Для Бога приємне зробить. Иисусе, навчи нас Цінити хвилинами мудро, Не тільки собі, Не для себе одного лежить, Не втратити шанс, Подарований небом, Цінити спасіння, Цінити секундою, Кожною тут на землі. Сьогодні ми кожен Вступаємо в рік новий, І в серці говоримо, Достойно цей рік проживу, Відвідаю хворих, Дам хліба для сирід і вбогих, Підтримаю тих, Хто вже руки свої опустив. І так рік за роком До вічності Всі наближаємось, Що в вічність несеш ти? Один знає Бог, На Божій вазі буде вважитись, Все, що сьогодні ти зв'яжеш отут, На суєтній марнотній землі, І кожна гаряча крапелька Сліз на колінах, І лепта, яку ти поклав До холодних сирідських долонь, І кожна прожита Не тарма тобою хвилина, І вирішить небо, Де в вічності ти будеш жити. Я твердо рішила для Ісуса лежити, Я твердо рішила, щоб дійти до мети, Почавши новою сторінку писати, Я хочу, щоб ти мій Ісус виправляв помилки. Амінь. Амінь. Слава Дарі. Амінь. Умчались безвозвратно дні вчерашніе, Амінь. Амінь. Увага. Увага. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одно душевной нежной теплоты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие друзья Дорогие друзья те, которые раньше были здесь. Разные различные обстоятельства, кто-то может заболел, кто-то может уже преклонен в возрасте, кто-то уже ушел в вечность. Но когда приезжаешь, всегда какие-то новые лица, кого-то уже нет. И слава Господу, что Господь в нас нравится, и здесь есть те души, которые славят имя Господне. И также слава Господу, что мы смогли перешагнуть этот порог прошедшего года и вступить в Новый год. И Бог посылал нам до этого времени свои благословения, и есть за что Его благодарить. Что Ему нужно поклоняться, приходить, действительно, в Церковь прийти, поклониться, поблагодарить. Воскресный день – это наша прямая цель. Потому что мы в Церковь можем приходить с различными пониманиями, с различными желаниями. Но главная цель пребывания нашей Церкви – поклониться Творцу, поблагодарить. Это все должны понимать. Потому что в другой раз люди приходят и смотрят, как спели, как сказали слово, как одеты. И свои критики какие-то человеческие. Но в другом случае приходим в Церковь поклониться. Церковь – это не место развлечения. Раз молодежи хочется каких-то таких эмоций, какого-то движения, к этому молодежь стремиться. И раз смотришь, христианская молодежь, к этому, друзья, на Церковь – это место поклонения Богу. И здесь мы можем с радостью прославлять. Но здесь нет дискомета. Я говорю, если сравнять с миром, я с темы с людьми, которые, и все, которые веровали в молодежь, и начинаю сравнять, я говорю, но сравнять, да, те места веселительные, и взять церковь. Говорит, ну, по сравнению с тем, церковь смотрится серо. По сравнению с теми выселениями, которые молодежь стремится. Совсем другое. Да, действительно, мы не можем что-то предложить такое подобное, как вере. Да, здесь совсем другое. Здесь место поклонения Господу, благодарения, размышления в истине, которые Он нам оставляет и желает с нами говорить через Свое Слово. И вот я хочу почитать место, которое записано в 1-е царство, 7-я глава, 12-й стих. Книга 1-е царство, 7-я глава, 12-й стих. И взял Самуил один камень, и поставил между массивом и между стеном, и назвал его Авен-Иезер, сказав, до сего места помог нам Господь. Когда мне пришлось выйти в семинарии в Иерпенске, в Киеве, и там, когда входишь в холл, там есть камень, стоять, и также написаны такие слова, Авен-Иезер, до сего места помог нам Господь. Друзья, хорошие слова, которые сказал Самуил народу, и поставил тот камень, как памятник. И можем ли мы сегодня сказать эти слова, до сего места помог нам Бог? Мы можем сказать? Мы можем. Но скажите, все ли люди могут сказать, до сего места помог нам Бог? Мы можем сказать, что до сего места помог нам Бог? Бог не скажет. Если человек нетрезвый сел за руль, поехал, совершил аварию, сидит, смотрит на разбитую свою машину, сам пораненный, и может ли он сказать слова, какие до сего места помог мне Бог? Одно, что можно поблагодарить, слава Богу, что я живой. А что я приобрел за свое такое поведение? Здесь не за что Бога благодарить. Причина в том, что люди идут в друг раз своими путями, которые создают себе проблемы, и потом проходят к какой-то точке, и делают какой-то анализ. А почему так произошло? А почему так? Какая причина? И хорошо, если человек начинает мыслить, осознавать свое неправильное поведение, к чему он пришел. Знаете, вот я вспоминаю эту притчу у Иисуса Христа о блудном сыне, который захотел уйти от родителей, взять то, что ему положено. Он пошел в этот мир, расточил все это имение. И когда уже к нему прошло сознание, от чего он отказался, что он проявил, до чего он дошел, что он уже вместе с свиньей готов был питаться пищей свиней, но и того ему не давали. И к чему он? Какое решение было? Пойду, удавлюсь, закончу свою жизнь, хватит так жить, мучиться. Друзья, мы видим другую картину. Мы видим то, что он все-таки вспомнил те блага, которые имеет отец, которые ему желают дать. И он решил, пришел к этому при оценке вещей, к решению пришел, чтобы вернуться к отцу. И может наемники нанятся, может там я хоть буду, хоть какое-то иметь, какое-то пропитание. И его это правильное решение, которое он делает, возвращается к отцу. И мы видим, какая реакция отца, что он с большой радостью, что жестом стрел этого своего блудного сына. Друзья, в том положении, в котором он оказался, там эти слова, сказать, до сего места помог мне Бог, он не мог. Причина его состояния, в том, что человек избрал свои пути. Но когда мы читаем это место Писания, мы видим, кто это сказал, эти слова. Самуил, друзья, пророк Самуил. И он это сделал. Это написано. Царство о том, что Самуил. Если мы посмотрим на предысторию этого момента, мы можем увидеть, что говорится о Ковчеге Завета. И еще 6 глава из 19 стиха мы читаем. И поразил он жителей Версамиса за то, что они заглядывали в Ковчег Господа и убил из народа 50 тысяч 70 человек и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. У нас 21 стих и послали послов и жителей Кириав из Иеролима сказать филистимляне возвратили Ковчег Господа. Придите, возьмите его к себе. Друзья, когда Ковчег Завета лишились евреи, друзья, они потеряли благословение. И мы видим, что он был филистимлян. Потом эта история здесь описывается. И он был возвращен снова к евреям. И мы видим, что они смирились пред Господом за свое отступление. Второй стих мы читаем. С того дня, как остался Ковчег в Риме, произошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израиля к Господу и сказал самому дому Израилу, говоря, если вы всем сердцем своем обращаетесь к Господу, то удавите и среди себя Боговин наземных и Астарта и располагает жительство вашего Господа и служите ему одному и он избавит вас от таких филистимлян. И удалили сыны Израиля воевалов и Астарта и стали служить одному Господу. И дальше, когда мы читаем, мы видим, что филистимляне снова пришли идти на них и когда они обратились к Самуилу, он помолился и мы видим, что филистимляне одержали поражение. И тогда Самуил поставил этот камень сказал, до этого места помог нам Бог. Потому что они в своей жизни видели руку Божью. И в чем здесь заслуга Израиля сказала, то, что они смирились. Когда смирились под крепкую руку Божью, тогда Бог начал их благословлять. И не вправе были, Самуил написал эти слова, и не вправе были сказать, до этого места помог нам Господь. Друзья, и мы живем на этой земле, всегда ли мы можем сказать, что до сего места помог нам Господь. Даже верующие люди можем избирать просьбы, и верующие можем избирать пути, которые нам кажутся лучше и правильнее. Знаете, Господь нас создал свободной волей, создал нам, даровал этот прекрасный мир. И мы выбираем какие-то пути, свои пути. Господь говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, и Он вознесет вас в свое время. Мы читаем 1 Петра, это говорится слова, смиритесь под крепкую руку Божию. Очень важно, мы здесь видим смирение народа, и Бог благословил их жизнь, сохранил этого народа, который хотел их поработить, пойти войной на них. Но они смирились, и Господь их благословил. И они могли сказать, что Господь ныне помог нам. Друзья, мы, я говорю, зачастую выбираем какие-то пути, решаем где-то работать, где-то учиться, где-то куда-то вопрос семейный решаем. Друзья, и можем мы проявить свое воле, не доверие Господу, а вот именно не смирение под Его волю, а какой-то путь, который противоречит Священному Писанию. Знаете, тема смирения, я смотрю, Лене Алексеевич принес книгу о смирении. Вы знаете, это такая тема, которую в последнее время мне церковь нас влюбилки попросили Николай Михайлович скажите про путь о смирении. А потом когда начал вникать, это такая широкая тема, важная, что в моем сознании даже некоторые переоценки произошли, что такое смирение. Знаете, смирение нам кажется, ну смирился, согнулся, согласился, тебе там муцают, с тобой что-то смиренный и все. Но когда мы смотрим Священное Писание, Христос сказал, что Он смирился перед Отцом Небесным, смирился под Его волю, и Он исполнял Его волю. И Бог говорит, чтобы мы смирились, не говорится о том, смиритесь перед людьми, а говорится смиритесь пред Господом. И как важно, чтобы мы это понимали, смирение в нашей жизни было пред Господом. А у Господа есть свои условия. Знаете, в Магдональдсе я думаю, многие были, да? Были в Магдональдсе? Ну, не многие. А? Не многие, да. Друзья, я там обратил внимание на ту вещь, и потом я узнал. Оказывается, вы видели, что они одеты в определенную одежду, в определенную прическу. У них нету какого-то лишнего своего. Там свой трескот называется. Свои условия вашего внешнего вида. Это картина этого работника, картина этой фирмы Магдональдс. И если от этого ты отклоняешься, извините, мы в ваших условиях не нуждаемся. Друзья, и обязательно это должно соблюдаться. Друзья, подчиниться тем правилам, которые установлены в этой фирме. Друзья, Господь это равносильно также требует, чтобы смириться под Его руками. У него есть свои условия. Знаете, когда люди приходят в милицию работать, они должны согласиться с тем положением, с той формой, с тем поведением, с теми действиями, которые там требуются. Если вы приходите на производство работать, заявление, когда пишешь, свои условия, так и так, поступать вот так, там и одежда специальная, и какие-то действия, какой-то график должен подчиниться. Если мы не подчиняемся этому, вас попросят просто ставить эту фирму. Друзья, это когда мы смотрим с человеческой стороны. Когда мы смотрим священное Писание, нам Господь очень много показывает такую картину. Яркий пример такой назву в Ветхом Завете Иосиф. Это человек, который был воспитанный в семье своей, и отец Иаков, который вложил в него эту веру, мы видим это проявление его жизни, насколько сложной была эта жизнь, это предательство братьев, его продали в рабство, он находился там, его незаконно обвинили, посадили темницу, сколько лет, он больше десяти лет находился в темнице, и, знаете, он верил Господу и доверял ему, он смирился пред Господом, и мы видим, что в него не было никакого проявления своей воли, а надежда на Господа, и пришло время, что Господь воззвал его, и поднял его до такой высоты, что он стал вторым человеком в государстве, и Бог его использовал для того, чтобы потом народ израильский формировался и жил в Египте, друзья, и это смирение, которое было показано в этом человеке. Друзья, смирение, эта тема очень такая широкая, интересная, и для нас очень важно, чтобы мы смирились пред Господом, друзья, и Господь также показывает, что мы должны быть смирены среди людей, мы должны быть людьми, не какими-то дерзкими, не какими-то, знаете, такими гордными, противоположность смирения это является гордость, и в человеке очень много гордости. Это тема в Библии также раскрыта, и мы можем наблюдать гордость в себе, в верующих людях, непокорность, несогласие. Если Бог установил какой-то порядок, должен быть в семье, подношение мужа, жены, детей, подчинение детей родителям, и потом если посмотреть подношение к власти, мы также сказали, что всякая власть от Бога, что должны покоряться властью, это порядок, это установление, если у нас есть какой-то бунт против Бога, против этого, это его картина, смиритесь под руку Божию, власть это установление Божье, а вы смиритесь, Бог говорит, смиритесь, это мое, это порядок, если государство не будет каких-то установлений, какого-то порядка, это нарахия будет, но для этого есть власть, в которой какие-то свои законы, какие-то правильные, неправильные, но фактически нас верующих требуется, чтобы мы проживали жизнь тихую и безмятежную проводили, чтобы не участвовали в каких-то противодействиях, которые ведут к разрушению, и Господь хочет, чтобы у нас это было смирение, мы должны знать волю Божью, сказано, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною, отвергни себя, наше я, наше желание, смириться с Господом, с Его требованиями, это очень важно, это благословение для нас, Господь, присмиритесь под крепкую руку Божью, и Бог вас вознесет. Друзья, я хотел бы, чтобы это осталось в этом году, это желание, помните, когда я это место еще прочитал, здесь говорится о том, что 13 стих, так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы израилевых, и была рука распоняна филистимляна, вот седни Самуила. Друзья, в другом месте сказано, что и Давид смирил филистимлян, друзья, как он смирил их? физически смирил, снаружи, да? Кого-то плен взял, кого-то арестовал, кого-то посадил, ну смирил этот народ, который стал подчиняться Давиду, его управлению. Но скажите, внутри они смирились или смиряли? Нет, снаружи, ну деваться некуда, сила. Вот в другом месте я вижу преступников, вот даже на трассе видел, смотрю, раз, руки взломали, на пол положили, мы проезжаем, они лежат, милиция арестовала, какие-то люди, которые подтверждены этому, и вот мы видим, что сила смирила их, но внутри они бунтуют, но Господь пришел, чтобы смирить нас действительно внутри изменить, изменить, смирить пред Господом. Господь хочет вот этого. Если мы смиримся пред Господом, мы в нашей жизни будем иметь благословение. Не всегда оно будет так, как нам хочется, как это я тому подчинюсь, да никогда, чтобы я перед ним, да никогда. Друзья, смиритесь пред Господом. Господь вам скажет, как нужно поступать, эту мудрость сдаст, но первое, что мы должны это понимать и делать. И еще в одноместо, знаете, бывают такие моменты, когда смиряться, вроде бы перед людьми, вроде бы даже кротко вести себя, не гордиться, не возвышаться, но бывают моменты, которые приходится становиться и не соглашаться с тем, что нам предлагают люди. Мы не можем с людьми смириться с ихней волей, с ними, с ихним предложением. И вот, например, если человек, верующий человек в семье живет, а там, например, муж неверующий, она говорит, жена, сходи мне, купи бутылку водки. И здесь борьба. Я вдруг раз слышу, говорят, сигарет купи. Она говорит, я не буду покупать. Или вы работаете на работе, например, верующий человек, и подходят ваши там соработники, ну сходи там. Я на машине работал, мне второй раз подходили и предлагали привези там бутылку нам. Я отвечал, что нет, и меня не понимали, как это так, почему нет. Когда-то ехал на Волге в директорскую за рулем, главный инженер сидел, главный бухгалтер, подъехал на заправку, она говорит, тут Коля, купи сигарет, я говорю, я не буду. Как? Почему? Я говорю, это не покупаешься, я не буду покупать. Я как-то на меня так смотрел, не понимаю. Главное, что я схватился, раз побежал, купил, и все. Говорю, это моя принципиальность, она вред, который приносит, друзья. И мы можем в нашей жизни понимать, что такое смирение, но когда нам предлагают что-то делать греховное, друзья, мы должны быть людьми принципиальными, людьми, которые пойти против греха. Верующий человек, смиренный, но это принципиальный человек. И когда мы читаем пример, когда в Деянии 4 глава 18 стиха. И призвали их, приказали им, отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. послушались ли ученики этих страж, которые их арестовали, которые противились, друзья, не послушались. Справедливо ли слушать вас или Бога? Друзья, вот именно, что человек верующий, смиренный пред Господом, но он принципиальный человек, который пойдет против воли этой человеческой, воли греховной. И вот именно Иисус Христос был смиренным человеком. Сказано, что Христос смирился и смирился до смерти, смерти и крест. Он не проклянал, не желал зла врагам. Он смиренно принимал ту участь, которую ему нужно было пройти. Но мы видим, что в вопросах, которые касались греха, вопросов, он был принципиальным и он был смирен пред Отцом Небесным. И он свое дело совершал и совершал на Голгопе. Я хотел бы, чтобы мы помнили о том, что Господь желает, чтобы у нас это смирение было. Это благословение для нас. Смирение пред Господом. А пред людьми мы должны понимать, как это нужно смиряться. Слава. Аминь. Перед нами життя, зеленіюча нива. Слава. Нам потрібно не поле пройти, скільки треба від богатських сили, щоб дороги його не зійти. Скільки треба від богатських сили, щоб здорови його не зійти. Ми цю, що життям називаєм, приготови Господь для людей, ми так часто надій зустрічаєм. Гори сновнили в смутку щодень. Ми так часто надій зустрічаєм. Гори сновнили в смутку щодень. Ці нелегкі земні наші долі не пройти, не пройти ми на слізній скорбан. Хто живе по Ісусу вігу, радість неба вдає хто спой. Хто живе по Ісусу вігу, радість неба дає ти Господь. Він на себе візьме наші болі, понесе наші труднощі сам, буде звіркою навпровідною, провочаючи нас небеса. Буде зіркою навпровідною, провочаючи нас небеса. Слава. 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 Новий Год. Слава. 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 взять и побольше в будущем прибавить. Это время о плохом забыть, все ошибки вспомнить, научиться, больше в жизни их не повторить, больше на пути не отступиться. Это время, чтобы принять решение, что ещё не сделано, успеть, каждый день в труде, без промедления, с пользой ближнему прожить успеть. В Новый год есть время что-то взвесить, посмотреть серьёзно на весы, очень важно, что же перевесить, пока башенные бьют часы. Знаешь, друг, сегодня Новый год, это время Богу помолиться, пока старый в тишине уйдёт, чтобы никогда не возвратиться. Аминь. 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 Газ снег над землёй, вечерняя заря, Солнце продывает на закате. Гонится ко сну усталая земля, От злоба и кричит благодати. Одинокий друг, с кем ты путь пойдёшь? Ты один, как мили грим пустыни. Неужели в путь без креста пойдёшь? Ты не спешишь, время не ждёт. Ты не спешишь, время идёт. Ты не спешишь, время уйдёт. Злобность пройдёт, вечность пройдёт. Подожди и серьёзно подумай, Что изберёшь? Что изберёшь? Не спешишь, время уйдёт. Смир вокруг тебя, склонит и ребён. Руку дай Христуру, он дальше пойдёт. 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 Старость пройдет, вечно сплетет, Подожди и серьезно подумай, Что изберешь, что изберешь. Что жилишь ты, что еще ты ждешь? Бог в любви открыл тебе объятья, Поспеши к нему, радость обретешь. Наскрывает вечер благодати. Один, ноги друг, с кем ты в путь пойдешь, Ты один, как пили грим пустыней. Неужели путь без Христа пойдешь, Не увидит другом Божий сын и нет, Ты не спешишь, время не ждет. Ты не спешишь, время уйдет. Старость пройдет, вечно сплетет, Подожди и серьезно подумай, Что изберешь, что изберешь. О, открой успел и Богу позови, Милости проси и все прощенья, И пока не смог нежный зов любви, Распеши принять свою спасенье. Одинокий друг, с кем ты в путь пойдешь, Ты один, как пили грим пустыней. Неужели путь без Христа пойдешь, Не увидит другом Божий сын и нет, Ты не спешишь, время не ждет. Ты не спешишь, время не ждет. Ты не спешишь, время не ждет. Старость пройдет, вечность придет, Отожди и серьезно подумай, Что изберешь, друг, что изберешь. Час, когда труба Господня над землей прозвучит. Придостанет вечно светлая заря, Ими нам всех спасенных перекричьи повторит, От боли гостей Господней буду я. По небесной перекричьи, Там по милости Господней буду я. День блажен и воскресеньяцы, Умершим под кресте, По дворе и правитель и царя. Цель святых помытых тролею, Пролитой на кресте, За залютом и назад отвечу я. По небесной перекричьи, По небесной перекричьи, По небесной перекричьи, Там по милости Господней буду я. Твой трудиться для тебя, Господь любовью всех служит, С утра до неба и до заката дня. А когда берешь работу мне, Землю ты служит, На небесной кричьи, Когда признаю я. По небесной перекричьи, Там по милости Господней буду я. Я не знаю, Но я благодарен Богу, В этот раз в Запорожье братья остался. Давайте утром сделаем собрание. Давайте. Я говорю, давайте, как было. С трех. Там. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Друзья, друзья, я думаю, Пожеланий, Омерений. Очень много было уже. Произнесено. Почему-то я вспомнил слова Деяния апостолов. Первая глава. Вторая глава. Деяния апостолов. Вы помните Конец проповеди Петра. И слушатели услыхали утверждение, После которого что-то произошло с ними. Деяния апостолов. Вторая глава. 36 стиха. И так твердо знали дом Израилев, Что Бог садилов Господом И Христом всего Иисуса, Которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем И сказали Петру И прочим апостолам. Что нам делать, муж и братья? Петр сказал им, покайтесь И докрестится каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов И получите дар Святого Духа. Был такой переломный период. В истории Израиля. Начало новых путей. И прозвучала первая проповедь. Интересно. Сегодня первое собрание у вас, да? У меня первая поездка в Каминское снова. Для жизни нашей бывают очень важные моменты, с которых что-то начинается. И когда начиналась церковь, И когда начиналась церковь, И победовал первый апостол, Первый проповедник, апостол Петр, Он заканчивал свою проповедь утверждением на Иисуса Христа. Он указал их служителям на Иисуса Христа. Они знали прошлое, знали истории, знали воскресенье, Потому что Он явился более 500 братьев. Все это знали они в это время. И знали, что Он вознесся. Они молились много. И теперь заканчивая проповедь, Петр сказал так. Твердо знали. Твердо знали Дом Израилев. Весь Дом Израилев. Что Бог заделал Господом и Христом всего Иисуса, Которого вы распяли. Это должно было быть очень больно. Да, должно быть очень больно. Когда указано было на то, что они сделали. Которого вы распяли. Представьте себе, Конец проповеди. Слушателей было очень много. И Петр такое утверждение в конце заявил. Бог заделал Господом и Христом. То есть Бог сделал Мессии. Бог определил Мессии, Которого вы ожидали. Бог определил Его первым священником всего Иисуса. Почему всего Иисуса? Потому что Иисус это земное имя. Человеческое. Это имя Сына Человеческого. Вы знаете, когда вы в песне, все творения, Потребляете, слышали слово Иисус. То нужно быть осторожным. Потому что это имя было дано Ему, пока Он был во плоти. Соединен был. Сын Человеческий он был. И имя Иисуса это его земное имя Сына Человеческого. Когда в 94-м году мы были в Израиле. Я когда-то так ожидал. Автобуса я подошел к Гизу нашему. Он такой интересный был человек. И я спросил. А у вас есть Иисус сейчас имя такое в Израиле? Он улыбнулся и говорит. Как у вас Иванов в России, там на Украине другом. Так у нас Иисуса тут очень много. Потому что это имя Сына Человеческого. Был Иисус Навин. Очень много это имя. И потом было очень распространено. Был Давид такой царь, да? И у нас у меня внук Давид есть. И в церкви еще другие назвали Давидом сыновей своего Тихося. То есть Давиды есть, но это не те Давиды, да? Поэтому, друзья, если мы говорим, Иван Иванович. Нормально, да? Имя, отчество. Но если мы говорим, мэр города, или президент, или генерал Иван Иванович, сразу меняется положение, да? Титул. Поэтому Петр, заканчивая проповедь, говорит, что вот этот, которого вы растали, у него есть, вот он кто. Бог садил его Господом. Это то есть Богом, которому будете поклоняться, и Христом. Он садил его Христом. Христос Мессия Помазанный. Это уже выше. Это над всеми. Иван начинает послание, в начале слова, слово голову Бога. Он показывает, что все от него произошло. Мы знаем, что он ипостас Троицы. Христос – это часть Троицы. Это Бог, которому все поклонятся. В Откровении мы видим Его в особом положении. И поэтому, друзья, мы не можем… Почему начало мудрости страх Господь? Почему начало мудрости страх Господь? Потому что мы усыновлены Богом. Мы дети Божьи, друзья. Но Бог и мы – очень большая разница. Да? Очень большая разница. Бог Вселенную сотворил. Бог сотворил всю природу. Бог творец. Бог человека сотворил по образу Божьему. По образу своему. Бог план спасения усмотрел. Отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякие верующие в Него не погибли, имел жизнь вечную. И нас усыновил. Это не значит, что мы можем, знаете, новой дверью открывать. Только через Иисуса Христа доступ. Вся Вселенная поклонится Ему. Мы читаем, что все падут перед Ним. И поэтому, друзья, понимание Бога меняет все в нашей жизни. Кто такой Бог? Все в нашей жизни меняется. Если вообще Бог. Знаете, это… Ну, есть нам Бог. Все верят Богу. Есть где-то кто-то, какая-то сила. В школе мы учили классику одного. Я забыл сейчас. Среди классики Боинских. Кто писал, как дети остались дома. И мама уходила. Сказала, дивиться. Она его показала. Боя все бачит. Ну, мама ушла. Они вылезли, очи выкололили. И занимались, чем хотели. Они думали, что если Бог, то можно очи выколоть. Он не бачит. Друзья, но истинный Бог. Знание настоящего Бога. Знание Бога. Все меняет в жизни. Абсолютно все. Когда мы видим Бога, видящего нас. Бога, знающего нас. То есть, в жизни все меняется. И поэтому Петр подвел к тому, что всего Бог садил Господом и Христом. Всего Иисуса. Вы знали Сына Человеческого. Вы распинали Сына Человеческого. Вы плевали на Сына Человеческого. Вы террую венец сложили на Сына Человеческого. На Иисуса. А Бог его садил Господом и Христом. И как все поменялось сразу? Сразу возник вопрос. Слыша, это они умилели сердцем. Ну, если бы мы с вами читали оригинал. Мы бы могли поточнее это слово выразить. В разных переводах по-разному. Даже слово умилились. Что значит умилились? Унизились. А? Унизились. Смирились. Умилились. Не обращивались на это слово. Ну, знаете, умиленный. Такое что-то приятное такое. Теплое. Размягченное. Да? Многие то есть что-то в этом. Размягчилось сердце. Но почему оно размягчилось? В переводах. В новых переводах, которые у вас, наверное, есть. Написано. Слыша, это они были уколоты в самое сердце. Что нужно, чтобы истина достигла? Чтобы быть уколотым в сердце. Возле поводца Христос встретился с женщиной. И он сказал ей все о ней. И она была уколота. Что он не побежал, но он все знает. Вот это пророк. Он все сказал мне. Она была уколота. Она сказала, нет мужа. Она говорит, да нет. Было пять. И тот, который сейчас не может. И она потом... Этим была уколота в самое сердце. Слышащие Иисуса Христова Петра услыхали, что тот, которого распили... А они, наверное, тоже где-то участвовали. А Бог садил Господом и Христом Бог. Они были уколоты. Почитайте другие переводы. Возьмите. Они уколоты были. То есть они достигнуты были. Они... Сердце стерпенулось. Вы помните, когда апостол Павла ударил первосвященник? А он говорит, Бог будет бить тебя, стена пандельная. А он говорит, а ты первосвященника злословишь? Ага, я не знал. Он сказал, что стрельнул за руку. Я не имел права даже этого говорить не имел права. Например, священника. И тот стрельнулся. Испугался. А представьте себе, друзья, что били Иисуса Христа. Распяли Иисуса Христа. Распяли Сына Божьего. Действительно испугались, да? Кого вы распяли? Они испугались ведь. Были уколоты в самом сердце. Расплавилось сердце. Умилились сердцем. И у них возник вопрос. Слышь, это, мне все это сказали. Петру и прочим опотом. Что нам делать? Что нам теперь делать? Когда человек, знаете, что-то повредил, что-то испортил, где-то беду какую-то принес. А потом стало это известно. Он боится. У него возник вопрос. Что нам делать? Что же мне делать в этой ситуации? И было сказано. Дром, покайтесь. Нужно было покаяние. Начало моего года. Знаете, мы понимаем ситуацию. Мы хотим. Тут переписал на сегодня. У меня есть еще в телефоне святворение. О том, что хотел, 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 только хотел. И ничего не получилось. Ведь вот все. Хотел. Хотел доброе дело делать. Хотел прочитать Библию. Хотел, все хотел. А ничего не получилось. Не вышло. Я же от нескольких человек получил. Этот стих себе. Только хотел. У нас вопрос возникает. Как нас правильно настроить на Новый год. Когда-то в Каменской церкви были братья Степан Тихонович был. Який на балалайке играл. Владимир Денисович. Не забыть быть. Заграют. Заспевают. И Библифин. Такие Новые годы. Как сегодня мы. Но они всегда настраивали инструмент сначала. Не просто так. Снял. Бабайку с обоздика. И мандалинку. И с ними играть. Всегда настраивали. Настройка инструмента всегда занимала много времени. Оркестр все берется. Там час играть будут. Два часа настраивают. Пока все понастраивали. Тогда будет игра. Если не настроено. Ничего не будет. А то дети все маленькие. Бройненькие карты. Им одинаково. Не настроено. Нужно настроить. Поэтому я хочу сегодня прочитать слова. Вместе с вами. В практической части. Послания к кремлинам. Чтобы нам правильно себя настроить на Новый год. На жизнь в Новом году. Послание к кремлинам. 12 глава. Вообще скажу вам. Вы замечали, что часто для еванганизации. Две книги. Где печатают. Иван Гердиана. И послание к кремлинам. Замечали, да? Вот маленькая книжечка. Это у нас ящик сейчас. На Украинском уровне. Знаете, вам продают. Иван Гердиана. И послание к кремлинам. Всегда. Из четырех евангелий. Евангелие Иоанна. Это Евангелие. В котором раскрыта Божественная сущность. Божественность Христа. В Евангелии от Матвея. Он Царь. В Евангелии от Марка. Он Слуга. В Евангелии от Луки. Он Сын Человеческий. А в Евангелии от Иоанна. Он Сын Божий. Он Бог. Показан. Это Евангелие. Раскрывающие Божественность. Иисуса Христа. Из посланий. Послание к кремлинам. Это доктринальное послание спасения. Все что нужно во спасении. И прежде чем написать. Пятая глава. Начинается первый стих. Что мы примирились с Богом. Верой примирились. Получили мир. Оправдавшись верой. Мы имеем мир с Богом. Через Господа нашего Иисуса Христа. Прежде чем это написать. Апостол. Написал. Вначале. Писал. Потом. Что произошло. Когда человек встал в Бога. Забыли Бога. Не прославили как Бога. Не позаботились иметь Бога в разуме. Иметь Бога в разуме. Поэтому Бог предали. Приратному уму делать непотребство. Поэтому допотомный мир так быстро разложился. Поэтому Содом и Гоморра были уничтожены. Друзья дорогие. Он говорит. Вот потому. Что не прославили Бога. Познавши. Потому что не воздали славы. Не заполнили разум. Не позаботились иметь Бога в разуме. Иметь Бога в разуме. Это надо позаботиться. Знаете. Я когда ходил в школу. Ну. Хтось сказал. Что если ты делаешь урок. Положи книжку под подушку. И утром встанешь. Знать урок. Если книжку положишь под подушку. А не вчив. То знать не будешь. Ничего она не поможет. Сколько. Я подарил библию. Директор одной фирмы. Женщине. Встречаю через год. Ну как. Вы читаете. Вы знаете. У меня в прихожей. Специально купила тумбочку. Положила. И библия охраняет мой дом. Я ей иногда даже целую. Вот и все. Толку никакого. Не позаботились иметь Бога в разуме. Ее надо читать. И поэтому апостол пишет. Что проблема в том. Что люди не познали Бога. И что вытекает. Вытекает что все согрешили. И третья глава. Уже послание к Крыму. 23 стих. Все согрешили. И решили славы Божьей. Ни одного человека нет. Который не нуждался бы в спасении. Все абсолютно нуждаются в спасении. И он дальше показывает героям веры. Авраама. Четвертая глава. Он верой. Поверил Богу. И это уменилось ему в праведность. Важность веры. Пятая глава. Спасенный верою. И шестая глава. Что произошло. Шестая глава послания к Крыму. Христос в центре. Крест в центре. 6.11. В центре этой. Мы сораствовались к Христу. Мы умерли с Ним. Мы совоскресли с Ним. Мы крещением погребли с Ним. В смерть. Шестая глава. Послание к Крыму показывает. Важность смерти. Иисуса Христа. Важность Креста. Этот же апостол. Потом Галатом напишет. А я не желаю хвалиться. Разве только Крестом. Господа Иисуса Христа. Которым для меня мир растет и я для мира. Только Крест. И вот шестая глава послания к Крыму. Она как бы центральная. Проводящая нас к необходимости сораспятия. И заканчивается. Возмерьте за грех смерть. А дар Божий. Жизнь вечная во Христе Иисусе. Друзья дорогие. Бог дал дар. И потом седьмая глава. Послание к Крыминам. Вы прочитайте внимательно. Вы его должны знать. Чуть не на память. Пацаны Крыминам. Седьмая глава показывает. Что в каждом из нас есть борьба. Если мы рождены свыше. Появляется борьба. И наша часть. Природная часть. Она начинает соглашаться. Она хочет делать добро. Вот начинается Новый год. И все хотят новой жизни. Хотят и Библию прочитать за год. Молодец. Вы хотите за год прочитать Библию? Хотя бы. Хотя бы раз. Георг Миллер. Основатель Сиротский Притал. Читал Библию четыре раза в год. Когда-то на церкви я спросил. В четверых. Кто из вас читает? Но я был уверен, что никто не читает. Спрашиваю. Кто-нибудь прочитывает Библию четыре раза в год? Говорю. Никто. Когда мне Гордон Фор глянь. Сестра одна подняла руку. Она читает четыре раза в год. Библию прочитает. Прочитала Библию Георгия Миллера. Основателя Сиротских Притал. И понял, что надо читать Писание. Чтобы жить верою. Получать верою. И поэтому читает Библию четыре раза в год подряд. Ну, хотя бы раз. Хотя бы раз. Подряд. Регулярно. Кроме того, что мы еще изучаем. И поэтому, друзья. Желаний много. И седьмая глава Послания Крюна показывает. Что по природе своей. Мы. Имея самые лучшие намерения. Доброе. Чего хочу. Не делаю. Вот. Хочу. Не надражаться. Не получается. Хочу ненервничать. Хочу любить всех. Врагов любить. Хочу не грешить ничем. Даже мыслями. Ничего. Нигде. Не получается. Вот эта седьмая глава Послания Крюна показывает. Что без него мы не можем. И он восклицает. Горе мне. Погиб я. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти. Что по природе плоть и дух сражаются. По природе плоть и дух не могут. Не могут быть вместе. Они не могут работать вместе. По природе друзья. Сами по себе мы не можем стать лучше. Мы не можем стать новыми. Как бы мы не хотели. Никак. И он восклицает. Кто избавит. И отвечает. Благодарение Господом и Иисусом Христом. Заканчивается седьмая глава Послания Крюна. И восьмая глава. Она показывает. Хождение наше. По духу. Жизнь по духу. Живущий по плоти. Смотрите. Восьмая глава. Итак. Нет никакого обсуждения. Тем. Которые во Христе Иисусе живут. Не по плоти и по духу. Здесь говорится о том. 14 стих. Все вводимые духом Божьим. Сыны Божьи. 10 стих. Если Христос в вас. То тело мертвое для греха. Дух живет для правильности. И так дальше. Эта глава показывает. Новую жизнь по духу. А друзья потом переходит. 9, 10 и 11 главы. Три главы. Они как бы вводят немножко в сторону. Они подводят нас к тому. А как же Израиль. Израиль. Это народ Божий. А с ним как бы. И вот тут Апортол показывает. Пути веры. Спасение. Подводит к тому что. Израиль нуждается. Они избранные. Они имеют. И Христос от них. Вот эти три главы. Разбирают место Израиля. И пока же Израиль. Тоже должен быть. Верой принять Христа. Что мы привелись на их место. Потому что они отломились неверием. Неверие отломало Израиль. От Христа. От Бога. От благодати. Отломало. А мы привелись. Потому что они не поверили. А мы поверили. Вот эти три главы. И потом друзья. Мы переходим. Окончательно. К практической части. Что делать нам. Я хочу три вещи сегодня. Вместе с вами. Чтобы вы запомнили три вещи. Послание Рима 12 глава. Она вся хорошая глава. Вся практическая глава. Но давайте начало. Умоляю вас. Братья. Билосердием Божиим. Представьте тела вашим жертвам живую. Святую. Благодную Богу. Для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим. Но прообразуйтесь обновлением ума вашего. Чтобы вам познавать. Что есть воля Божия. Благая. Угодная. И совершенная. До сих пор. Три вещи. Мы должны. В начале года. Мы должны поставить. Точно проверить. И поставить их на свое место. Знаете. Всегда. Ну я служил в артиллерии. И прежде чем стрелять. Стрелять просто. Снаряд. Вставили пушку. Что нужно нажать. И оно улетело. Но куда улетело. Штука дорогая очень. Есть. Если это действительно опасность. Врага надо. Врага нужно было порассажать. И в цель попасть. И не просто ввесли в ту сторону. Оно было точно. И поэтому всегда было начало. Начало устанавливали приборы. Измеряли дальность. Прибор. Уставилки самой пушки. Нужно было все точно. В деталях. Там приборчики. Специальные. Которые устанавливали. Чтобы знать. И детей. На карте выбрать цель. Чтобы все это. Сначала расчеты есть. А потом уже стрельба. Поэтому. Желаний много. Но чтобы мы. Практически. Наша жизнь. А время последнее. Время очень последнее. Скоро Господь придет. Друзья. Поэтому. Для нас с вами. Очень важно. Выставить в начале. Вот эти детали. Три вещи. Первый. Поставить на своего. На должное место. В нашей жизни. Бога. Второе. Поставить на должное место. В нашей жизни. Мир. И третье. На должное место. Должна быть. В нашей жизни. Воля Божья. Не наша. Не наша. А Божья воля. На должном месте. Бог. Мир. Его воля. Божья воля. Три вещи. Если мы в начале года. Правильно определимся. Друзья. У нас все будет хорошо. Бог. Дом мы поставим. На должное место. Почему. Умоляю вас. Братьями. Всех День Божий. Почему. Умоляю. А потому что. Друзья. Не так просто. Знаете. Детей. Надо умолять. Конфетку слушать. Ну съесть конфетку. А вот. Кашу. Овсяную. Надо попросить. Ну пожалуйста. Ну поешь. Сил не будет. А конфеты не надо упрашивать. Есть вещи. Которые нам не самим. Нас не нужно упрашивать. А есть то. Что надо упросить нас. Здесь речь идет о чем. Представьте. Тела. Вашим жертву. Слово жертва. Всегда предполагало. Отдать. Безвозвратно. Если провели акция в жертву. Все служения. Отдали безвозвратно. Отдали и не получили больше. Ничего. Вы отдали жертву. Уже она не ваша. Если вы. Знаете. Когда-то. У нас. Было много кающихся. Обращенные были. И. Кто-то. Жертву. Касу. Кто-то сдавал. Чтобы записали. Приходит одна сестра. Месяца восемь. Уже после крещения. И. Спрашивает. Антонина Гнатьевна. А ты там проверяй. Сколько там у меня уже накапало. То есть. Она десятину сдавала. Сколько там у меня уже набралось. Был один случай. В моей практике. Когда. Она. Оставила церковь. Пришла. Сказала. Сказала. Дочь. Выберли все мои десятины. И. Нам пришлось. Все записи проверять. Она сдавала все. Возвращать ей назад. Я не знаю. Как она перед Богом будет. Но. Знаете. Жертва. Пожертвованное. Оно. Отдано. Все Богу. Оно отдано Богу. Все пожертвованное. Отдано Богу. Друзья. И. Поэтому. Павел. Умоляю. Умоляю вас. Милосердием Божьим. Что. Прежде. Чем. Вам давать советы. Вослужение. Жизнь. В взаимоотношениях. Прежде. Вы решите. Для себя. Представьте. Дела. Милосердием. Жертву. Живую. Святую. Благодную. Богу. Для разумного. Служения. Вашего. Что такое жертва. Вы заметили. Когда. Яков. Возвращался. От Лавана. Говорит. Давайте. Построим. Жертвенник. Отдайте. Богу. Будем. Строить. Жертвенник. Всегда. Границей. Вот. До. Жертвы. Было. Одно. После жертвенника. Народ должен жить по-другому. Всегда. Жертвы. Проносились. Чтобы восстановить отношения с Богом. Всегда. Жертва. Которую принес Христос. Ее назначение. Восстановить наши отношения с Богом. Мы. Уверовали. В эту жертву. Христа. И. Через веру. Мы. Каемся. Восстанавливаем отношения с Богом. Надо. Восстановить отношения с Богом. Знаете. Как. Как бы ни было. Нужно. Соединить. Нас. С Богом. И. Вы. Помните. Наш. Запорожский брат. В Америке. На работе. Дорвала. Кисть. Была. Ее помыли. Восстанавливаем. Под краном. Кулечек. Лед. Положили. Отправили. Через 6 часов. Эту кисть ему пришли. На место. И. Рука в него работает. Плохо работает. Но работает. Пальцы. Чувствительные. Теплая рука. И. На автомобиле ездит. И. Работать может. Даже. Инвалидность сняли с него. Но. Рука. 6 часов. Была независимая. Независимая. Она была. Все нормально. Не портилась. Дом обложена. Можно было заморозить. До сих пор лежала замороженная. В морозилке. Друзья. Но. Она была. Оторвана. И. Когда. Оторвана. Ему. Плохо. Рука. Там. Мертвая. Ей то что. Она. Там. Разум. А. Ему. Плохо. И. Другие. Грех. Разрезал отношение человека с Богом. И. Человеку. Плохо стало. Поэтому. Земля. Очень. Быстро. Развратилась. Всякая плоть. Извратила свой путь. Очень. Быстро. Мир. Надо было уничтожить. Зло. Не может. И. Грех. Бесконечно. Существовать. Набирается мера. Уничтожает. Грех. Не может. Бесконечно. Существовать. И. Поэтому. Ноя. А после. Потопа. Потом. Ноя. Проносит. Жертву. Жертвенник восстанавливал отношение с Богом. И. Поэтому. Моляю. Братья. Милосердие. Боже. Представьте. Тела. Ваших. Жертв. Святую. Колонную. Богу. Отдайте. Себя. Богу. Мы. Не можем. По. Половинке. Мы. Не можем. Прошли. Станцию. Одной. Поезд. Поехали. Мы. Не можем. Мы. Пойдем. Под. Поезд. Да. Таким путем. Одной ногой там. Одной. Там. В аэропортах. Европейских. Дорожки. Бегущие. И. Там. Нельзя. Так. Одной ногой там. Одной. Там. Ты стоишь на дорожке. Тогда. Ты поехал. А так. Тебя развернет. Может. Выкинешь. Стоп. Элеваторы. Экскаваторы. 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 Святая. Богу. Святая. Благодная. Богу. Мы. Должны. Свои отношения с Богом. Поставить на должное место. На какое место. Друзья. Смотрите. Матфея. 22 глава. 36 по 38 стих. И. И. Матфея. Вы помните. Да. Спрашивает. Иисуса Христа. Какая самая важная заповедь в законе. 22 глава. Учитель. Какая наибольшая заповедь в законе. Самая важная. Иисус сказал ему. Возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем твоим. Всей душой твоей. Всем разумением твоим. С ней первая и наибольшая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Всем сердцем. Всей душой. Всем разумением. Бог в жизни должен быть поставлен на место. Когда мы Его любим всем сердцем. Когда мы Его любим всей душой. Всеми чувствами нашими. Всем разумением нашим. Все наше знание это Богом. Мы любим Бога. Поэтому мы о Нем думаем. Мы просыпаемся о Нем думаем. Мы изложимся о Нем думаем. вот с этого нужно начинать второзаконие 6 глава 4 стих написано для Израиля было друзья, второзаконие 6 глава это было для Израиля слушай Израиль 4 стиха Господь, Бог наш Господь един есть и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим всеми душой твоими, всеми силами твоими и добудут слова сие которые заповедусь я сегодня в сердце твоем внушай их детям твоим говори мне всем доме твоем, я дорогу, но жаль все вставая належи их на знак на руку и добудут они по обязанности над глазами твоими напиши на косяках дверей на воротах твои и так дальше почему Бог на первом месте куда не глянуть на воротах на руке написано на воротах вставая говоришь с детьми говоришь навязано на руку над глазами тебя повязка с законом на косяках дверей вот как у вас иди при негреши и так дальше и так дальше слова закона должны были Бог на первом месте если в жизни человека верующего Бог не на первом месте ничего не выйдет в христианской жизни ничего апостол Павел пишет о том что некоторые проповедуют не чисто в каком плане желая увеличить тяжесть уст моих покажешь не только ты который мы можем без тебя у них не все что мы делаем мы делаем во имя Господа хотя у нас Писание призывает все делать во имя Господа абсолютно во имя Господа не для славы себе знаете сколько в мире делается для славы себе я говорю если бы сегодня поступать точно по Слову Божьему сделали доброе дело посетили интернат голодных накормили и никто об этом не знает правая рука не знает что делать левая вот так должно быть но не успели там десь шось пришли десь заспевали уже в интернете уже все весь мир видит весь мир знает все читают все уже прославляют вот это молодцы вот это поработали у нас есть запороженные любители такие ходы поснимал 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 пока вы до дома дошли на интернете все пробовали все вы там вы все видите друзья с одной стороны мы не делаем тайну ничего но когда делаешь милостыню не труби перед собой написано то есть когда делается ради то делается не ради славы оно делается ради Бога и когда мы что-то делаем для Его славы когда мы знаете у нас сестра была запорожья я помню давно уже это было она молится в собрании вслух и говорит господи а сидела возле дверей господи благодарю тебя я за двенадцать лет ни одного собрания не пропустила молодец лет восемь не прошло она была одержима потому что везде искала похморить себя везде выставить везде показать она жива до сих пор уже очень пожилая проблемы есть и родственник неодержимость неодержимость но она много делала чтобы показать и все время говорила Бог мне сказал Бог мне показал Бог мне а получилось очень плохо очень печально получилось понимаете почему когда-то Яков Кузьмич поднял вопрос тот псалом даже в песне возрождения амулитва ты моя поднимавшая меня помните он говорит что это не по духу Евангелия он не давал вам петь тут почему потому что в темной ночи я не спал на коленях я стоял мало того что я потихоньку сказал если бы я не спал тащить пел тащить на весь свет понимаете получается если ты не спал если ты в темной ночи действительно не спал а на коленях встал никому не говори Бог видящий тайны воздаст тебе ямна вы поняли а если ты раструбил один раз таки молился ночью и уже на восемьдесят сочинял то друзья ты думаешь кому она надо это позор наш это противоречит Писании совершенно противоречит да неплохо ночью не спать я молился неплохо но потом песни петь об этом восхвалять себя темной ночи я не спал на коленях я стоял все теряется весь смысл и то что на коленях стоял и то что поешь оно противоречит духу евангелия простая вещь да друзья а так поется так оно так оно распевается хорошо я сегодня запорожье тоже сказал друзья пусть поют евангелия но я знаю что поют те кто ночью спит а поют что в днем ночи не спал а они спят ночью попробуй их поднять на молитву утром на семь утра у нас молитва и трудно собрать братская молитва на пол седьмого тяжело поднять братьев это не темная ночь это утро а вы ходят поют темно на ферне спал на коленях ты утром соберешься утром на семь утра не заставишь пройти не говорят теплые ночи друзья есть вещи духовные вещи которые мы должны делать ради Господа ради Иисуса Христа и об этом здесь если постишься неправда Богу тогда если постишься так как никто не знал не рассказывай всем постишься так как тебе никто не знал но не догадался что ты постишься сегодня а знаете как хочется знать чтобы все знали что я постишься не пропасайтесь а у меня сегодня в посте друзья или прядики не показывайте друзья я почему говорю когда Бог на первом месте мы делаем во имя Господа и тогда наше плотское это двигается в сторону мы не ищем славы себе абсолютно и мы не хвалимся тем что сделали мы не хвалимся тем что другой смысл вложен совсем в наше служение когда мы делаем что-то во имя Господа совсем другой смысл вложен почему это так важно если мы действительно любим Господа Псалом 16 стих 15 там написано 16 Псалом 15 стих а я в правде буду висеть взирать на лице Твое пробудившись буду насыщаться образом Твоим пробудившись буду насыщаться образом Твоим я утром поднимаюсь и хочу пока дети внуки мои встанут чай заварить кипяток чтобы в термосе был и я заметил что если я с этого начинаю мои мысли потом неправильно работают как бы я не спешил я должен немножко хоть прочитать встать помолиться и прочитать Слово тогда оно будет уже работать дальше можно телом и кипятом делать и чаем заготовить и все начать с Бога Георг Миллер привычку имел пробудившись сразу стал на колени как спал так на колени стал девяносто шесть или сорок лет прожил и умер так проснулся встал на колени и Господь отознал скалет вот так скалет почему пробудившись буду насыщаться образом Твоим для года сегодня молодежь умеет пользоваться вот таким же резяком да тяжелый кармани проснулись протерли очи взяло уже дивиться кто что им кто куда слоним кто куда там есть но я не думаю что с него начинали я советую молодежи не в мобилках читайте Слово Божие в написанной книге запомните в каком углу написано вы можете отметить апостол Павел говорит принеси книги особенно кожаные эти старинные эти неудобные принеси мне те книги вот те не новые с папируса легкие а вот те кожаные тяжелые по 25 кг каждое набитое вот те мне принеси я молодежь говорю пусть 100 библии будет у вас в вашей мобилке но библии читайте написанную книгу на бумаге читайте вы сохраните там никакие батарейки не повлияют никакие вихри ничего не помешает никто не сотрет там вот вон забрать могут так и то могут забрать читайте библию отмечайте в библии запомните в каком уголке что написано в молодости память хорошая поверьте мне голова же била память тебе хуже намного хуже и очень помогает то что я помню в каком уголке написан какой стиль на какой странице в каком столбике потому что я читал вот эту написанную если я вспоминал какую кнопку надо нажать значит какой-то стиль то я забыл бы и про кнопки я читаю написанную и написанную вспоминаю с возрастом годится только написанную поверьте мне согласны седые или сидеющие так вот правильно вот друзья читайте написанную пробудившись буду искать образа твоего псалом сорок один второй третий стих мы читаем сорок первый псалом второй третий стих как лань желает к потокам воды так желает душа моя к тебе Божия жаждет душа моя к Богу крепкому живому когда приду людьми при лань желает воды видели что лань все продолеет без воды лань погибает друзья мои родители крыс ловили собака ловил крыс давали голову селедки крысы съедали а волю ставили только возле собаки без воды крыса за трое суток погибает и это нам хоть и до собаки полезет хоть и в капкан за водой полезет без воды не может лань тоже без воды не может ну не может друзья а мы можем по три дня биле не читать мы можем не думать о Боге мы можем только о своем мы можем увлекаться за своим поэтому на первое место должен быть поставлен Бог поэтому отдайте жертву живую святую Богу восстановите отношения с Богом проверьте на самом деле Бог на первом месте в моей жизни или нет если да все правильно правильное начало следующий друзья вопрос поставить на свое место нужно мир не сообразуйтесь с веком Сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего все вам познавать что есть угодное Бога не сообразоваться с веком друзья век это мир в котором мы живем он имеет свои моды знаете как поменялось поменялось многое в жизни только за мою только за моё за время моё моей жизни как многое поменялось когда я был маленьким построили дом взглянобедный доливку помазали песочек песочок с коровой с коня в субботу мама мазала доливку посыпала травой пластином знаете какая красота была до этого мы жили в портулевом сарае и потом пришли в свой дом где помазана доливка как хорошо было какая красота плиту соломой топили есть и варили в твоя печка пожилые надоело базить я уже думал вот нам бы чем то покрыть этот пол на дерево не было грошей мы любим Ленина Алексеевича но даем ему сколько друзья до 2 нации 5 на 1 я скажу я скажу я могу сейчас закончить я хочу сказать что в прошло время собрали деньги купили рубероидов послали рубероидов вот это пора в прошло время уже мы не довольны надо было деревянный пол делать и то или то и то и то мир меняется друзья сегодня знаете меняется все дома и то и в другой машину ну куди годится какая-то старота или что-то на фальсфагна похоже. Это нормально. Но ставить целью угнаться за миром, мы не успеем. Мы просто не успеваем. А мобилки, ну саму старенькую, а мы только познаны детям там кому-нибудь, да? А потом хочется другу не подариться. Ну вот, смотри, неплохо можно картинки посылать. Хорошо, красиво такое. То есть мир меняется. И в этом мире, друзья, в этом мире мы тоже меняемся. Мы и должны меняться. И компьютером научиться работать надо. Мы должны меняться. Но мы должны свое место поставить мир. Есть в мире, знаете, поговорка такая есть, еще Владимир Дань писал. В 19 веке. Сатана плачет, что модель нас тачит. Но мы успеваем за модель. Тихо передуманного моду мы все захватывались. Снова надо дальше, 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 друзья. И тогда, когда мы гонимся за миром, когда мы следим за ним, когда мы знаем все изменения, все, что в мире происходит, и успеваем за ним, это очень опасно. Это очень опасно. Поэтому я говорю, не сообразуйтесь с веком всем, преобразуйтесь обновлением ума. В коридоре пишет апостол Павел, второе послание, шестая глава. Он пишет о том, что выйдите из следы и отделитесь, о беде Господе, и не прокасайтесь к нечистому. Для поставить Бога на должное место. Поставить мир на должное место. Это и телевизор, и сериалы, это интернет, и игры в компьютере. У нас один брат взял в расстройку, компьютер купил, жена приходит жаловаться, до детей не доходят руки. До трех часов ночи сидит и играет теперь в компьютере. Не сообразуйтесь с веком, выйдите из следы. То для мира продумано, то продумано для того, чтобы мир этот увлечь, мир погубить. Поэтому для выйдите из следы, поставить мир над своим местом, не сообразуйтесь с веком Сим. В Галатах пишет апостол Павел, который избавил нас от настоящего лукавого века. Христос умер на кресте и избавил нас от лукавого века. Он избавил нас от лукавого века. Благодаря тому, что мы избавлены от лукавого века, мы можем в этом мире служить Богу. Лодку отвязывают, корабль от прыщала отвязывают сначала, потом он плывет, да? Отвязывают. Само это шасси убирают, чтобы он мог лететь. У нас неплохо, когда колеса под ним есть. Но до времени, пока тут. А потом в воздухе надо эти колеса убрать. Их убирают. Это нормально. И поэтому... Друзья, обратите внимание. Обратите внимание. Я скажу вам, что, друзья, когда мы поставили Бога на свое место, когда мы Бога поставили на свое место, когда мы, друзья, когда мы... Когда мы поставили мир на свое место, мир на свое место нам остается еще одно каждый день мы должны быть заинтересованы волей Божьей каждый день мы должны быть заинтересованы волей Божьей, каждый день каждый шаг мы должны узнавать не то, что мы хотим а что хочет Бог потому что мы хотим одно А чего хочет Бог? А Бог говорит, ищите прежнее, царствие Божие и правды Его. Это все продолжится вам. Бог говорит, что на первом месте должна быть Его воля. Христос говорит, идиот, молится и плачет, и скорбит. И говорит Христос о том, что душа моя скорбит смертельно. Он молится о том, чтобы Бог избавил его от этого часа. Говорит, но не как я хочу, а как ты. Как хочешь ты. Вот эта жизнь настроенная, как хочет Бог. Жизнь настроенная на то, не как я хочу, а как хочет Бог. Это и есть стимул нашего хождения перед Богом. Ходил елок перед Богом. Друзья, это не значит, ходил и командовал Богом. Один автор пишет, для многих Бог, как будто Он в коробочке. Куда хочу, куда-то вставлю. Что хочу, то и попрошу. Что хочу, то и прокажу. Бог не на обочине жизни. Бог у нас главный. Богу мы посвятили себя. Богу мы отдали себя. По Божьей воле мы ходим. И Божья воля нас интересует каждый день. Постоянно нас интересует Божья воля. Если бы мы постоянно молились о Божьей воле, просили Его познания, то, друзья, не было бы в христианстве музыки некоторой, которая нехристианская. Не было бы книг нехристианских. Не было бы многих вещей у детей Божьих. И многих поступков не сделали бы, если бы их интересовала воля Божья. Поэтому пусть в новом году нас интересует воля Божья. Пусть нас интересует воля Божья. Мы будем молиться сейчас. И я, друзья, скажу, молитесь о том, чтобы проверить, чтобы Бог был на должном месте. Чтобы мир в нашей жизни был на должном месте. Чтобы воля Божья в нашей жизни была на должном месте. Давайте будем молиться. Очень бесный Божий наш, я благодарен Тебе сегодня за то, что я снова мог быть в церкви, в которой рос, в церкви, в которой служение нес. Я благодарен Тебе, что вижу друзей. И как печально, что у многих уже мы не видим. Кто-то по здоровью. Подберег, надеемся, что уже у Господа, уже у Тебя они. Отец Небесный, я верю. Что те, которые слышали Слово, те, которые веровали, те, которые шли перед нами, они у Тебя. Ты дал время, за которое ответственны мы. Ты дал время нам личное. В нашей личной жизни, Господи, ответственны мы. Наш великий и вечный Бог. И дай нам быть ответственными настолько соответствующим образом, чтобы Ты радовался нашей жизни. Наш великий и вечный Бог. Ты милостивый Бог. Помоги, Господи, каждому из нас отдать себя на служение Тебе. Помоги, Господи, каждому из нас на должное место подставить Бога, соответственно на себя, на должное место, на должное место мир и на должное место Твою волю. Помоги, Господи, благослови, благослови церковь, каминскую и дальше, храни, благослови, помоги продолжать славить Тебя, великий и вечный Бог. За все Твои милости благодарен, за то, что Ты помог сегодня. Быть тут и благослови служение наше там, в Запорожье. Да и в этом можно быть победителями, победителями ада, победителями на Твоей стороне, с дьяволом в борьбе, победителем, когда мы за души боремся, когда мы молимся. Благослови Господь, все, как и в руки Твои. Отец Небесный, я верю, что Ты и дальше будешь благословлять и хранить. И дальше будут все церкви, которые создавались из этой церкви, вокруг, чтобы все они провожали, расти духовно, познать, бать Господа и прославлять Господа. Тебе за все слава вечной, великий Бог наш, по Тебе цели Дух Святой. Аминь. Аминь.